Экстрагирование. Основные положения. Экстрагирование – это разделение неоднородной системы типа твердая жидкая путем извлечения из сложного по составу вещества одного или нескольких компонентов с помощью растворителя, обладающего избирательным действием. Если вещество извлекают из жидкостно-жидкостной системы, процесс называют экстракцией. При экстрагировании последовательно протекают четыре процесса. Проникновение растворителя в поры сырья, растворение извлекаемого компонента, перенос его внутри частицы к ее поверхности, перенос от поверхности вещества в объем экстрагента. Распределение концентрации в твердой пластине соответствует функции синуса. По времени в каждой точке пластины концентрация изменяется экспоненциально. Факторы существенно влияющие на процесс экстракции – это температура, размеры частиц, использование, перемешивание. Экстракторы классифицируются на периодические непрерывные, прямоточные и противоточные. Существует также классификация по конструктивным признакам. Различают экстракторы колонны с цепным транспортером, барабанный, ленточный, вертикальный, ковшовый, наклонный, двухшнековый, перколяторы с кипящим слоем и другие. Установки для экстрагирования сжиженными газами включают устройство ожижения газов, контактный чан непосредственного экстрагирования и разделитель газов и экстрагируемого продукта, которым обычно выступает испаритель. Экстракция из жидких растворов осуществляется вводом в них более сильного растворителя, выделением его вместе с растворенным веществом и последующим разделением. Процессы растворения для трехкомпонентных систем изображают в треугольных диаграммах. Экстрагирование и экстракция. Общие сведения. Экстрагирование – это разделение неоднородной системы типа твердый газ или твердая жидкость путем извлечения из сложного по составу вещества одного или нескольких компонентов с помощью растворителя – экстрагента, обладающего избирательным действием. Этот процесс осуществляется в экстракторах. В случае, если смесь веществ, из которой извлекается один или несколько компонентов является жидкой, разделяемая система становится однородной и термин экстрагирование заменяется термином экстракция. В ходе экстрагирования последовательно протекают четыре простых процесса. Проникновение растворителя в поры частиц сырья, растворение извлекаемого компонента, перенос его внутри частицы к ее поверхности, перенос от поверхности вещества в объем экстрагента. В конкретных случаях отдельные процессы могут отсутствовать или не играть существенной роли. В частности, две первые стадии процесса могут протекать быстро по сравнению с двумя другими. И поэтому их можно не учитывать при анализе динамики процесса. В технологии мяса, рыбы и других неоднородных систем с твердой фазой применяют так называемую обратную экстракцию. Она заключается в насыщении системы одним или несколькими компонентами, путем ввода их в нее в растворенном виде диффузии из окружающей среды. Примеры таких процессов это посолы, маринование, копчение и другие. В них солевой или другой водный раствор или сложный по составу газ проникает вглубь твердого пористого продукта смешивается с водными растворами, заполняющими их поры и передает им часть своих растворенных веществ. Экстрагирование и обратная экстракция – процессы, описываемые однотипными математическими выражениями. Поэтому их специального рассмотрения не требуется. Однако технологическая реализация экстрагирования и обратной экстракции может существенно различаться. В частности, вариантами реализации обратной экстракции можно считать процессы инжектирования растворов и массирования посола. Инжектирование заключается в введении в исходный пористый материал мяса, рыба, посолочного раствора через шприц. Введенный раствор диффундируют наружу сквозь пористый материал и таким образом обеспечиваются условия для его ускоренного посола или маринования. Массирование заключается в перемешивании дисперсионной среды вокруг дисперсных кусочков мяса или рыбы в закрытых емкостях путем их встряхивания. Перемешивание выравнивает концентрацию экстрагируемого вещества в дисперсионной среде, что увеличивает градиент концентрации экстрагируемого вещества вблизи твердой поверхности продукта и этим интенсифицирует процесс в целом. Встряхивание обычно сопровождается частичным периодическим сжатием твердых продуктов под действием инерционных сил. Правильный выбор растворителя экстрагента – важнейший фактор, определяющий эффективность всего процесса экстрагирования. Он должен обладать избирательной растворимостью, обеспечивать высокую скорость растворения, иметь низкую температуру кипения, легко отгоняться, быть чистым и однородным, чтобы не портить получаемого продукта, не оставлять запаха и не давать вредных соединений с эстрагируемым веществом, не вызывать коррозии оборудования, быть пожарой и взрыва безопасным и дешевым. В качестве экстрагентов применяют воду, спирт, водо-спиртовую смесь, бензин, бензол, дихлорэтан, сжиженные газы и прочее. Среди экстрагентов особое место занимают сжиженные газы, диоксид углерода, этан, пропан, ацетилен, азот, оксиды азота, фреоны, R12, 13, 22, 23 и другие. В сжиженном состоянии они характеризуются хорошей растворяющей способностью, высокой селективностью, химической индифферентностью к экстрагируемым веществам. Эффективно отгоняются от экстрагированных веществ при относительно низких температурах до 50 градусов Цельсия, а также обеспечивают стерильность экстрактов, блокируя жизнедеятельность микроорганизмов. Они безвредны для людей и относительно дешевы. Среди них на первом месте по технологическим возможностям стоит диоксид углерода, СО2. Обобщенный движущей силой Х в данном массообменном процессе служит разность концентрации экстрагируемого вещества в твердой и жидкой фазе. Х равно С1-С2. Она изменяется по ходу движения продукта. Здесь черта над обозначением параметра означает его осреднение по соответствующему пространству. В данном случае по твердой частице. Результатом процесса является поток экстрагируемого вещества М. А связь между М и Х записывается стандартно и имеет вид М равно КХ. Приведенные далее математические зависимости, раскрывающие процесс диффузионного переноса в твердой пластине, позволяют установить зависимости коэффициента К от действующих факторов. Если обозначить расходы твердой и жидкой фазы в аппарате как М1 и М2, то справедливо уравнение баланса экстрагируемого компонента в виде. Отсюда получим соотношение расходов фаз. Расчет процесса экстрагирования вещества жидкостью из твердой фазы заключается в определении необходимой длительности процесса, длины аппарата при заданной скорости движения по нему, для получения нужной степени экстрагирования. Возможен и обратный расчет. Определение степени экстрагирования вещества при заданном времени процесса. Диффузионный перенос массы в твердой пластине. Рассмотрим например процесс экстрагирования сахара из пластины сахарной свеклы. Этот процесс протекает в две стадии. Диффузия водного раствора сахара внутри пластины к ее поверхности и перенос сахара от поверхности соприкосновения жидкой и твердой фаз в глубину экстрагента. Стадия проникновения растворителя в поры пластины протекает быстро и не ограничивает процесс. А стадия растворения сахара в данном процессе отсутствует, так как он изначально находится в водном растворе. Этот процесс можно описать уравнением диффузии сока внутри пластины сахарной свеклы с граничными условиями, отражающими вторую стадию процесса, то есть перенос вещества в объеме экстрагента. В декартовых координатах нестационарное уравнение диффузии в твердой фазе записывается в виде. При решении этого уравнения должны быть приняты во внимание условия однозначности, которые отражают конкретную инженерную проблему. Эти условия включают 1. Геометрические характеристики объекта, определяющие форму и размер твердых частиц. 2. Физические характеристики, отражающие физические и диффузионные свойства сред, участвующих в процессе. d-большое. Коэффициент диффузии. Метр в квадрате в секунду. β. Коэффициент массы отдачи. Метр в секунду. ρ. Плотность сред. Килограмм на метр в кубе. μ. Динамический коэффициент вязкости. Паскаль. Секунда. 3. Начальные условия, определяющие распределение концентрации в твердой частице в начальный момент процесса. При Тау равной нулю. Например, СН равно константа. 4. Граничные условия для системы твердое тело-жидкость. Это обычные граничные условия третьего рода. Для случая, когда имеет место экстрагирование из частиц, имеющих форму неограниченной пластины, большим объемом жидкости Q, стремящейся к бесконечности. То есть концентрация экстрагента С' в процессе практически не меняется. Решение уравнения при перечисленных выше условиях имеет вид. При этом критерии, входящие в это уравнение, такие как критерий Био, критерий Фурье, гидромодуль Q рассчитываются по формулам, демонстрируемым на экране. В дальнейшем наличие черты над буквой символы Дзета, С' означает, что данная величина относится к предварительному расчету. В расчетах используют величины Дзета Итая и Зета Итая. Величина Дзета Итая штрих определяет избыточную концентрацию экстрагируемого компонента. Дзета Итая в твердом теле на Итом участке по отношению к концентрации Дзета Итая на Итом интервале и Дзета Н в начале экстрагирования. Для неограниченной пластины выражение примет вид. По найденному Зет определяют избыточную концентрацию в конце интервала. Изменение концентрации экстрагента на интервале, концентрацию экстрагента в конце интервала, среднюю концентрацию экстрагируемого вещества. Затем проводят афинное преобразование экстракционных кривых. Их растягивают, сжимают относительно оси ЦН-ЦН штрих. В случае противотока концентрации определяют по следующим уравнениям. При обратном проверочном предварительном расчете противоточного процесса, выбрав произвольно начальное значение Дзета с чертой сверху Н, рассчитывают все М интервалов и находят значение Дзета М с чертой и ЦМ штрих с чертой равное ЦН штрих с чертой. Затем проводят афинное преобразование экстракционных кривых, изложенной выше методики. В уравнениях, которые мы раньше уже демонстрировали, величину μp берут из математических таблиц. В инженерных расчетах это неудобно, поэтому пользуются номограммами интервального расчета процесса экстрагирования. А дана из них, для противоточного экстрагирования из тел в форме неограниченного цилиндра, дана на рисунке. Значение Z определяют в этом случае из номограмм Z равно как функция Bio и Fourier. Практические расчеты экстрагирования. Сырье растительного происхождения, характерное для перерабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса, в процессе экстрагирования существенно меняет свои механические, теплофизические, диффузионные свойства. Поэтому для расчета экстрагирования целесообразно использовать интервальные методы расчета, позволяющие учитывать влияние перечисленных факторов на процесс экстрагирования. Этот метод состоит в том, что по времени, длине аппарата, весь процесс делится на m интервалов. Такой длины, чтобы на каждом из них значение коэффициентов d и β и соотношение расхода фаз Q маленькое, можно было бы полагать постоянными величинами. Обычно это от 10 до 20 интервалов. Цель расчета – определение необходимой длительности процесса для получения заданной степени извлечения вещества из твердого тела Z, как соотношение C, конечное к C начальному. Или нахождение соответствующей длины аппарата H, прямой или проектный расчет. При обратном или проверочном расчете по заданным длине аппарата или длительности процесса находят конечные концентрации в фазах CK и CK'. Расчет обычно проводят в два этапа. Вначале выполняют предварительный расчет для некоторого выбранного начального значения ZK с чертой. А затем экстракционные кривые преобразуют таким образом, чтобы линия концентрации экстрагента проходила через заданную точку начальной концентрации экстрагента CN'. Соответствующие кривые показаны штриховыми линиями. Процедура расчета следующая. 1. Выбираю длину интервалов расчета процесса в пределах, соответствующих от 1,10 до 1,20 длине рабочей части аппарата L. И при заданной скорости движения продукта W соответствующие ей интервалы времени расчета. По заданным размерам частиц R коэффициенту молекулярной диффузии D и T и коэффициенту массы отдачи B и T рассчитывают значения критериев био-фурье для каждого интервала и по времени, соответствующего координате по длине аппарата. При расчетах учитывают изменение температуры и концентрации, соотношение массовых расходов Q и изменение других параметров, если они имеют место. По номограмме, выбранные для данного типа аппарата и данной формы твердых частиц, при заданных значениях критерия био-фурье массовых расходов, находят значение Z для первого участка. Задаются произвольным значением Zn предпочтительно равным 1 и по формулам для противотока проводят предварительный расчет каждого интервала в соответствии с видом процесса, формой тела и значениями био-фурье-кумале-Z на рассчитываемом интервале. Рассчитывают предварительную степень извлечения Zn после каждого интервала и сравнивают с заданной величиной Zn. Если расчетное Z больше заданного, рассчитывают и плюс первый интервал. Если Z расчетное меньше Z заданного, проводят интерполяцию по времени на этом интервале. С тем, чтобы Z расчетное штрих минус Z заданное штрих было меньше или равно E перевернутая. E перевернутая это принятая погрешность расчетов. Проводят преобразование экстракционных кривых в соответствии с формулами и определяют Zk' и Zk. Номограмма интервального расчета противоточного экстрагирования представлена на рисунке. Построена для тела в форме неограниченного цилиндра по формуле. Аналогичные номограммы построены для тел в форме неограниченной пластины по уравнению. Для частиц шарообразной формы номограмму строят по другому уравнению. По этим данным можно построить график изменения концентрации экстрагируемого вещества в твердой и жидкой фазах по длине аппарата и при необходимости ввести корректировки в потребную его длину или скорость движения продуктов по нему. При этом возможно как уменьшение, так и увеличение выбранных ранее длин аппарата. А результаты расчетов по участкам могут быть интерполированы для окончательного уточнения данных. Управление процессом экстрагирования Оптимизация процесса экстрагирования направлена на повышение его эффективности. Для этого выбирают такие значения действующих факторов, которые исключают влияние различных неблагоприятных воздействий. Укажем эти воздействия для основных факторов. 1. Температура С повышением температуры коэффициент диффузии в твердых частицах увеличивается. После повышения некоторого уровня температур изменяются физические характеристики частиц, оцениваемые по изменению их упругих свойств. Либо повышенная температура неблагоприятно сказывается на диффузии частиц. Размеры частиц Их уменьшение существенно ускоряет экстрагирование. Однако при малых размерах частиц возможно их слепание. И в результате эффективная поверхность соприкосновения с экстрагентом может уменьшиться до 20-25%. И менее от полной внешней площади поверхности частиц. В значительной мере предотвращению неблагоприятного воздействия слепания способствует перемешивание частиц различными способами. Включая низкочастотные механические колебания. Организацию процесса в кипящем слое. Ультразвуковые колебания. Электроимпульсные воздействия. Периодический отжим продукта. Третье. Перемешивание растворителя дисперсионной среды вокруг твердых частиц, из которых экстрагируется продукт. Оборудование для экстрагирования. По режиму работы различают экстракторы периодического, полунепрерывного и непрерывного действия. По направлению движения продуктов экстракторы делят на противоточные и прямоточные. По виду циркуляции экстракторы могут быть с однократным прохождением экстрагента, с рециркуляцией экстрагента и оросительные. По давлению их классифицируют на атмосферные, вакуумные и работающие под давлением. По свойствам твердых частиц различают экстракторы для крупнозернистых, мелкозернистых, тонкодисперсных, пастообразных, волокнистых и других материалов. По конструкции корпуса аппараты делят на колонные, барабанные и камерные. По виду транспортного органа на шнековые, лопастные, цепные, ковшовые, ротационные, ленточные. По расположению корпуса на горизонтальные, вертикальные и наклонные. По гидродинамическому характеру процесса аппараты бывают с неподвижным слоем твердых частиц, с движущимся слоем, с кипящим слоем. По конструкции различают экстракторы колонные, ротационные, шнековые, оросительные, экстракторы с кипящим слоем, камерные, батарейные и другие. Колонные экстракторы реализуют противоточный, непрерывный процесс. Конструктивно эти аппараты выглядят так, как представлено на экране. В одноколонном аппарате внутри корпуса аппарата к верхней опоре 3 подвешен вал 9. По его высоте размещены лопасти 8. На внутренней поверхности корпуса установлены контрлопасти. Лопасти и контрлопасти установлены в разных плоскостях таким образом, чтобы они не мешали друг другу при вращении вала. В двух верхних рядах на внутренней поверхности корпуса расположено по 5 контрлап. Лопасти и контрлапы разрыхляют стружку и помогают перемещению стружки снизу вверх. Нижняя часть аппарата оборудована устройством для отвода диффузионного сока. Она состоит из горизонтального щелеобразного сита 11, дополнительной фильтрующей поверхности, расположенной в 10 контрлапах 5 и 1 нижних рядов, в двух вращающихся ситоочистительных лопастей. Лопастной вал соединен с нижним коротким валом при помощи центрирующего валика 16 и 4 шипов 17. На нижнем валу расположены две вращающиеся ситоочистительные лопасти и распределитель стружки 10. Ошпаренная стружка с соком поступает от насоса по трубе 14 в распределитель и равномерно располагается на поверхности горизонтального сита. Для удаления жома из аппарата в верхней его части имеется специальное выгрузное устройство. Оно состоит из выгрузных лопастей 8, окрепленных на лопастном валу, 5 окон 21 для выхода жома, вырезанных в верхней царге, и 5 сегментных снимателей 1, расположенных у каждого окна. Ниже окон в желобе установлен ротационный скребковый транспортер 4 для удаления жома. Транспортер приводится в движение от привода 25. Лопастной вал вращается от электродвигателя 31 постоянного тока мощностью 70 кВт, через скрин ременную передачу 30, редуктор 29, сдвоенные червячатые редукторы 27 и 28 и цилиндрическую пару шестерен 2. Частота вращения лопастного вала изменяется в пределах от 0,199 до 0,596 оборотов в минуту. Свекловичная стружка из ошпаривателя подается насосом в нижнюю часть аппарата. Напор на ососы и подъемная сила распределителя и лопастей транспортирующего устройства поднимают стружку в колонне. Жом из аппарата удаляется при помощи скребкового транспортера 4. В верхнюю часть колонны поступает экстранирующая жидкость, жома прессовая и свежая вода. Жидкость перемещается в межстружечном пространстве аппарата, насыщается сахаром и удаляется из него в виде диффузионного сока. Двухколонный диффузионный аппарат состоит из двух колонн, соединенных в нижней части коленом. Обе колонны состоят из отдельных царг. В первой колонне установлен сетовой пояс 2 для удаления экстракта из аппарата и греющий камеры 4 для ошпаривания свекловичной стружки. В обеих колоннах имеются задерживающие решетки 9, которые открываются в направлении перемещения свекловичной стружки. Они разделяют столб стружки в аппарате на отдельные участки, независимые в гидродинамическом отношении. Для удаления отработавшей свекловичной стружки жома установлен шнек 10 с насадкой 11 и приводом 14. Движущей силой для перемещения содержимого в аппарате служит разность давлений над содержимым в первой и второй колоннах. Для создания перепада давлений верхняя часть второй колонны подключается к вакуум-сборнику 21. Подключение происходит периодически при помощи клапана распределителя 20, реле времени 17 и 18 и мембранных клапанов 15 и 16. Насадка создает гидравлический затвор в период подключения верхней части аппарата к вакуум-сборнику. Свекловичная стружка поступает в верхнюю часть первой колонны, которая до определенного уровня заполнена диффузионным соком и равномерно распределяется в объеме аппарата. Перемещение содержимого в аппарате осуществляется в период подключения верхней части второй колонны к вакуум-сборнику. Величина перемещения определяется временем, на которое соединяется верхняя часть аппарата с вакуум-сборником. Это время регулируется при помощи реле времени 17 и 18. А бессахаренная свекловичная стружка удаляется из аппарата шнеком. В период подключения аппарата к вакуум-сборнику гидрозатвор создается насадкой 11, имеющей гидропривод 25 и крышку. При пуске аппарата крышка насадки должна быть закрыта. После прекращения действия разрежения аппарат соединяется с атмосферой. При этом задерживающие решетки закрываются и свекловичная стружка равномерно распределяется в объеме обеих колонн. Экстрагент подается в аппарат через штуцер 13 и перемещается в аппарате противоточно стружке. В двух колонных диффузионных аппаратах скорость перемещения экстрагента по отношению к свекловичной стружке почти в два раза больше по сравнению с другими диффузионными аппаратами. Это положительно сказывается на процессе экстрагирования сахара. Колонные экстракторы занимают малые площади, имеют небольшую металлоемкость. Недостатками колонных конструкций являются частичная неконтролируемая рециркуляция жидкости в них, дробление твердых частиц при транспортировке, особенно при переходах между ступенями аппарата, возможное закручивание массы вместе со шнеком, необходимость нагнетания смеси снизу в вертикальные колонны, затруднение с подводом теплоты по высоте, если этот подвод необходим. Цепной экстрактор представлен на экране. В нем твердые частицы лежат слоями на сетках. Это создает благоприятные условия для противоточной схемы движения, удобно подводить теплоту на различных участках аппарата. Недостаток – большая площадь производственных помещений, неудобства в эксплуатации, возможные нарушения укладки слоев твердых частиц при переходах между ветвями транспортера. Барабанный экстрактор схематично представлен на экране. В нем корпус вращается на опорных роликах. На внутренней части барабана имеются перфорированная перегородка и винтовые поверхности. При вращении барабана экстрагент перемещается от входа к выходу, а твердые частицы увлекаются перфорированной перегородкой, отделяются на ней от жидкости и по наклонным лоткам сползают в полость между соседними витками, перемещаясь таким образом по аппарату. В каждом промежутке между витками процесс близок к прямоточному, а при переходе в пространство между смежными витками к противоточному. То есть процесс комбинированный. Недостаток аппарата – громоздкость и трудность поддержания теплового режима по длине. Мало использования внутреннего объема на одну треть и менее. Преимущество – малое деформирование стружки. Ленточный экстрактор представлен на экране. Исходный продукт перемещается вместе с лентой, а экстрагент собирается в сборниках под определенными участками транспортера и направляется насосами на орошение соседних участков ленты. Процесс в аппарате протекает по сложной схеме. Поперечный ток на каждом участке и противоток между участками. Вертикальный ковшовый экстрактор. Разновидность ленточного. В этом аппарате твердая фаза перемещается перфорированными ковшами на подвижной ленте. Материал загружается сверху и орошается растворителем по представленной схеме. В опускающейся ветве ковши реализуется прямоток. Верхний ковш поднимающегося ряда орошается чистым растворителем. И в этом ряду ковшей имеет место противоток. Недостатки таких аппаратов это нарушение противотока, большие габариты, плохое использование внутреннего объема. Эти же недостатки свойственны и другим ленточным аппаратам. Двухшнековый наклонный экстрактор представлен на экране. Корпус аппарата установлен на опорах 16 под углом от 8 до 11 градусов к горизонту. В нижней передней части аппарата находится бункер 2 для загрузки свекловичной стружки. А в верхней конечной шнеке 8 для удаления жома из аппарата. Лучшему удалению жома способствуют лопасти 14. Внутри аппарата стружка перемещается двумя шнеками 8. Витки шнеков состоят из отдельных лопастей расположенных по винтовой линии. Шнеки расположены параллельно таким образом, что лопасти одного вала входят в межлопастное пространство другого. Это предотвращает возможность вращения свекловичной стружки вместе с лопастями и способствует более равномерному перемещению стружки по длине аппарата. Для этой же цели установлены контрлапы 15 и перегородки 4 на нижней части крышек люков. Для удаления жома из аппарата в его верхней части под прямым углом к транспортирующим шнекам установлены шнеки 8, вращающиеся в противоположных направлениях по отношению один к другому. Масса сокостружечной смеси в аппарате подогревается при помощи греющих камер 17, установленных по всей длине в нижней части корпуса аппарата. Стружка, поступающая в аппарат через бункер 2, установленный в головной части аппарата, подогревается при помощи греющих камер и перемещается шнеками вдоль аппарата к лопастям 14, которые передают ее на шнеки 8. Последние удаляют жом из аппарата. Экстрагирующая жидкость поступает в концевую часть аппарата и перемещаясь противотоком относительно стружки насыщается сахаром. Далее экстрагент в виде диффузионного сока удаляется из аппарата через сито 19. Двухшнековые наклонные экстракторы имеют малую металлоемкость, но занимают относительно большой объем производственного корпуса. Они характеризуются наименьшими расходом электроэнергии и стоимостью, просты по конструкции и легко ремонтируются. Недостаток – рециркуляция твердых частиц и экстрагента по длине аппарата, значительное дробление стружки, трудности с созданием теплового режима. Экстракторы периодического и полупериодического действия применяют в тех производствах, где вырабатывают небольшие партии продуктов разнообразного ассортимента. К ним относят камерные аппараты – реакторы с механическим, пневматическим и пневмомеханическим перемешиванием. Настойные чаны с неподвижным слоем твердой фазы с циркуляцией перколяторы и без циркуляции экстрагента. Камерные аппараты – сосуды цилиндрической формы с плоским или коническим днищем. Экстракторы с кипящим слоем применяют для интенсификации процесса экстракции. Эстрагирование осуществляется при низких температурах от 30 до 60 градусов Цельсия. Пары растворителя направляют в дефлегматор, а конденсат возвращают в экстрактор, который похож на выпарной аппарат периодического действия. Основное его отличие – наличие загрузочного и выгрузного люков и сита над сливными отверстиями. Установки для экстрагирования жиженными газами. Широко применяют для извлечения растительных экстрактов – ароматических, биологически активных, а также растительных масел и других. В ней очищенное растительное сырье измельчается в атмосфере инертного газа и загружается в экстрактор 6 через шлюзовый затвор 5. Сжиженный диоксид углерода из емкости 1 через теплообменник, охладитель 2, насосом 3 через расходы мер 4 подается в экстрактор 6 при температуре ниже 31 градуса Цельсия и давление превышающим 7,38 мегапаскаль. В экстракторе сырье экстрагент пребывают некоторое время в контакте при перемешивании, при этом экстрагируемые компоненты переходят в экстрагент. Полученное мисцелла отводится через редукционный клапан 7 и теплообменник-нагреватель 8, поступает в сепаратор-разделитель 9. В нём испарившееся вследствие перехода в докритическое состояние экстрагент отводится в конденсатор 2 и затем вновь направляется на экстрагирование. А экстракт на заключительные операции производства, гомогенизацию, кондиционирование, упаковку. Шрот отводится из экстрактора через шлюзовый затвор 10. Экстракция в системах жидкость-жидкость. В таких системах в контакт вступают исходный раствор и растворитель, хорошо растворяющий выделяемый компонент. Эти жидкости полностью или частично нерастворимы одна в другой и образуют две жидкие фазы. Экстракция подчиняется законам массопередачи, растворимости и межфазного равновесия. Первая стадия процесса извлечения полезного компонента собственно экстракция. В ходе собственно экстракции должны обеспечиваться тесный контакт фаз и условия для наиболее полного и быстрого протекания процесса. Плотность растворителя должна отличаться от плотности исходного раствора. Кроме того, требуется, чтобы растворитель почти не растворялся в исходном растворе и хорошо распределялся в нем. Имел и характеризовался высокой избирательностью растворения экстрагируемого продукта. При достижении равновесия в системе образуются две жидкости. Экстракт, обогащенный выделяемым продуктом, и рафинад, обедненный им. Состояние равновесия характеризуется зависимостью концентраций экстрагируемого компонента в экстракте и рафинаде. Эта зависимость строится по экспериментальным данным и обычно нелинейно. Вторая стадия процесса экстракции – это разделение экстракта и рафината. И выделение экстрагируемого вещества – регенерация растворителя. Для разделения фаз используют испарение экстрагента, гравитационное отстаивание или центрифугирование. А для регенерации растворителя – дистилляцию или другие массообменные процессы. В расчетах параметров процесса используют треугольные – тройные диаграммы состава фаз трехкомпонентных систем. Тройные диаграммы состава трехкомпонентных растворов. Тройная диаграмма представляет собой равносторонний треугольник ABC, на сторонах которого откладывают составы двухкомпонентных систем AB, BC и AC. Вершины треугольника – концы сторон соответствуют стопроцентным концентрациям одного из компонентов. Каждой точке в плоскости треугольника соответствует трехкомпонентный раствор. Если из произвольно взятой точки в плоскости треугольника провести линии, параллельные его сторонам – G, F, H, P, D, E. Они отсекут на сторонах треугольника отрезки, соответствующие концентрациям компонентов в этой смеси – XA, XB и XC. Причем XA плюс XB плюс XC равно 1. И при этом AB равно AC и равно BC. Растворы, изображаемые точками напрямой, параллельной одной из сторон треугольника, содержат одинаковое количество компонента, соответствующего вершине, лежащей против этой прямой. Все растворы, изображаемые точками напрямой, проведенные из вершины треугольника к противоположной стороне, соответствуют одинаковым соотношениям концентраций двух других компонентов. Перемещение вдоль этой линии можно рассматривать как разбавление, отделение одной и той же смеси компонентом, которые соответствуют вершине на этой линии. Если смешиваются два трехкомпонентных раствора М и Н массами ММ и МН, то составу смеси будет соответствовать точка S, лежащая напрямую и соединяющая их, при чем будет выполняться соотношение. То есть длины отрезков МС и НС обратно пропорциональны количеством смешивающихся растворов. Справедливо и обратное. По известному количеству расслаивающегося раствора МС, из которого образуются растворы составов М и Н, все три точки лежат обязательно на одной прямой, можно найти количество ММ и МН этих растворов. Для этого используют зависимости. Еще одна важная особенность треугольной диаграммы иллюстрируется рисунком. Если два, три или более растворов, имеющих массы и концентрации, соответствующие точкам М', Л', К', расслаиваясь дают одинаковое количество одного из новых растворов массы МС, то на диаграмме линии расслоения пересекутся в точке С, которая называется полюсом. Она может находиться как внутри, так и вне диаграммы. Во втором случае она соответствует фиктивному раствору. В процессах экстракции, реализуемых в пищевой промышленности, треугольные диаграммы строят для компонентов А, В и С, имеющих то свойство, что вещества А и В, В и С неограниченно растворимы одно в другом, а компоненты А и С мало взаимно растворимы. Поэтому при смешивании этих веществ образуется двухфазная система. На плоскость треугольной диаграммы при этом может быть нанесена кривая равновесие, разделяющая области однофазных и двухфазных смесей. Составом фаз, находящихся в равновесии, соответствуют точки R и T и E и T, где I равно 1, 2 и так далее, на кривой равновесия. Хорды, соединяющие точки R1 и E1, R2 и E2, R и T и E и T соответствуют растворам, находящимся в равновесии. Эти хорды называют нодами или коннодами, а кривую равновесие – биноидальной кривой. Внутри контура, ограниченного биноидальной кривой, лежит двухфазная система, а в ней его – однофазная. По мере добавления компонента B к двухфазному раствору АС улучшается их взаимная растворимость, что проявляется в уменьшении длины ноды. Ноды не параллельны одна другой и стороне АС. По тройной диаграмме можно судить об избирательности растворителя. Для этого через точки равновесия R и E и E из точки С проводят прямые до пересечения с линией АВ. Точки пересечения соответствуют составам компонентов А и В во всех точках данных прямых. Видно, что в точках R и E и составы фаз различны. Методы экстракции. Экстракцию можно выполнять ступенчато или непрерывно. В ступенчатом процессе смешивания и разделения компонентов выполняют в разных аппаратах – в мешалках и отстойниках. Каждая пара мешалка-отстойник образует ступень экстрагирования. Непрерывные процессы экстракции выполняют в единых аппаратах – колоннах. Одноступенчатая экстракция заключается в перемешивании исходного раствора и растворителя и после установления равновесия фаз в разделении смеси на экстракт и рафинад в сепараторе или отстойнике. Исходному раствору компонентов А и Б соответствует точка С на треугольной диаграмме процесса, а чистому растворителю – точка С. На линии ЦС смесь этих жидкостей изображается точкой Н. Эта точка лежит в области двухфазных растворов и поэтому ей соответствуют две фракции – экстракт и рафинад, состав которых соответствует точкам Р и Е на хорде равновесия, проходящей через точку Н. Если известны массы МС исходного раствора и МС растворителя, то положение точки Н на диаграмме, массы экстракта МС, МЕ, МР, рафинада можно определить по правилу рычага. Вывод этих выражений демонстрируется на экране. Многоступенчатая экстракция осуществляется путем соединения одноступенчатых аппаратов в многоступенчатый. Схема многоступенчатой экстракции с движением компонентов противотоком показана на рисунке. Исходный раствор поступает в первую ступень экстракции, а растворитель в последнюю. Необходимое число ступеней экстракции рассчитывают с помощью треугольной диаграммы. Из общего материального баланса процесса получим. Из последнего равенства следует, что разности количеств расслаивающихся растворов одинаковы. Это значит, что линии, изображающие данные процессы расслоения, должны пересекаться в общем полюсе. И все другие процессы расслоения, в которых соответствующие разности масс будут теми же самыми, изображаются линиями, проходящими через тот же полюс. Это эквивалентно очевидному утверждению, что для каждой ступени экстракции разность массы встречающихся потоков, величина постоянная, равная разности масс исходного раствора и растворителя, поступающих в аппарат. Все зафиксированный отрезок времени. Или рафината и экстракта, удаляемых из аппарата. Следовательно, точки треугольной диаграммы, соответствующие поступающему в каждую ступень рафинату РИ-1 и уходящему из нее экстракту ЕИТЭ, а также покидающему ее рафинату РИ и поступающему экстракту ЕИТЭ плюс 1, попарно лежат на прямых, проходящих через полюс. Точки РИТЭ и ЕИТЭ, в свою очередь, связаны хордой равновесия. Положение точки F, соответствующей среднему составу смеси в процессе в целом, может быть найдено по правилу рычага. Полученных сведений достаточно для графоаналитического расчета числа ступеней экстрактора. Процедура расчета следующая. По заданным точкам С, РН и С, ИС, Е1 и С, составом и массовым расходом исходной смеси, растворителя и рафината или экстракта на выходе из аппарата в целом, рассчитывается положение точки F, отрезка SF, по последней из приведенных формул. Соединяют точки РН и Ф и продолжают эту линию до получения точки Е1. Далее строят полюс диаграммы на пересечении линий Е1С и ЦРН. Затем, последовательно начиная с точки Е1 или точки РН строят. Первое. Хорду равновесия до получения точки, соответствующей равновесному количеству второго компонента рафината или экстракта соответственно на втором конце ступеней. Второе. Линию, соединяющую эту точку с полюсом и на ее пересечении с кривой равновесия определяют содержание второго компонента, экстракта или рафината соответственно, на смежном конце соседней ступени экстракции. Этот процесс продолжают до получения составов на всех ступенях экстракции и определения количества этих ступеней. При большом несовпадении полученных параметров с выходным параметром аппарата Е1 и Р1. Е1 и РН соответственно корректируют количество растворителя МС как отношение к МЦ. Или задаваемый состав продукта экстрагирования. При необходимости расчет повторяют. Расчет существенно изменится, если растворители А и С не растворяются один в другом. В этом случае вся внутренняя площадь треугольной диаграммы соответствует двухфазной смеси. А для расчета можно использовать балансные соотношения массы переноса. При этом рассчитывают необходимое число единиц переноса, по которому определяют число ступеней контакта в насадочных или тарелочных контактных устройствах. В этом видео рассмотрели процессы экстрагирования и экстракции. Рассмотрели общие сведения. Диффузионный перенос массы в твердой пластине. Управление процессом экстрагирования. Оборудование для экстрагирования. Тройные диаграммы состава трехкомпонентных растворов. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. А в колокольчике все уведомления. И вы будете получать уведомления о новых видео. Поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч. До новых встреч.